что такое санити тестинг или санитарное тестирование чем санити отличается от regression тестинг давайте сегодня вместе с этим разберемся меня зовут игорь и вы снова на канале киолапс поехали итак сегодня мы поговорим конечно же про санити тестинг другими словами его еще называет санитарное тестирование давайте еще раз помним какие виды тестирования связанных с изменениями бывает мы уже с вами разобрали смог тестинг разобрали ретестинг и сегодня по плану у нас санити тестинг и так что же такое санити тестинг его называют еще раз или санитарное тестирование можно встретить такие названия, как тестирование согласованности или исправности. Но в целом это узконаправленное тестирование, которое сфокусировано на конкретную функциональность, для того, чтобы подтвердить, что все работает согласно заявленным требованиям. Sunnity Testing часто называют подножеством регрессионного тестирования. Оно используется для проверки работоспособности определенной части программного обеспечения, некого модуля, можно сказать, после произведенных изменений. Но давайте рассмотрим его более детально. Когда же выполняется Sunnity Testing? Чаще всего оно выполняется либо после исправления дефектов, или после других изменений в программном обеспечении. Какие задачи должен решать Sunnity Testing? Этот вид тестирования нужен для того, чтобы убедиться, что конкретный модуль или отдельная функциональность исправна и работает согласно требований, как и ранее. Что если Sunnity Testing прошел неуспешно? Создается, как обычно, баг-репорт и передается на дальнейшее исправление разработчикам. Если найденные дефекты не блокируют дальнейшую проверку, то тестирование будет продолжаться дальше. Ну а теперь давайте рассмотрим Sunnity Testing на детальном примере. Представим, что у нас есть система, которая состоит из шести функциональностей, шести модулей. Регистрация, авторизация, личный кабинет, товары, корзина, оплата. Представим, что мы нашли дефекты в модуле авторизация и корзина. Или в целом это могут быть не дефекты, а были какие-то дополнительные доработки и новые функциональности для этих модулей. После того, как мы их сделали, да, либо исправили дефекты в этих модулях, мы понимаем, что по приоритетности авторизация и корзина – это важные функциональности для нашего программного продукта. А это обозначает, что после неких изменений, допустим, это были исправленные дефекты, есть необходимость убедиться в том, что мы не задели ничего лишнего и не поломали еще что-то в этих модулях. Соответственно, нужно проверить тщательно узконаправленно конкретных два модуля, которые задели эти изменения или исправления дефектов. Поэтому с анти-тестинг – это будет узконаправленное тестирование на конкретную функциональность, которая была задета, либо была ранее неисправна. И после исправления стоит проверить более детально и тщательно эти модули, либо были некие доработки по этим модулям. И стоит снова-таки проверить, что ничего не сломалось дополнительно. Поэтому, если у нас есть какие-то наборы тест-кейсов для этих модулей, то выполнение всех этих тестов, некого количества, для каждого модуля в полном объеме и будет санити-тестинг – санитарное узконаправленное тестирование. Когда же выполняется санити-тестинг? Когда у нас выходит новый билд после неких доработок, либо исправлений, и мы проверяем те модули, в которых были либо доработки, либо исправленные дефекты и покрываем их полностью. То есть выполняем все тесты для каждого из таких модулей, которые важно проверить. Исходя из некого импакт-анализа, который может быть передан разработчикам для тестировщика, в котором будет указано, что следует после таких доработок проверить эти модули более тщательно. Поэтому мы возьмем все тесты для второго и пятого модуля и прогоним их еще раз, чтобы убедиться, что наш второй и пятый модуль работают как и прежде, и мы не сломали ничего дополнительно. Как всегда, старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк, для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. И мы увидимся с вами в следующем выпуске.